Отвращается от округленных судебных судей. Конституционное определение. 22 сентября 2005 года город Москва. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего Тарасова, судей Маринин Калахмачевой, рассмотрев судебном заседании конституционные жалобы осужденного Ходорковского адвоката Падвашнита, Москаленко, Левиной, Дятлева, Михеева, в его защиту адвокатов Бару, Гриднева, Краснова, Ликцер, Ривкина, в защиту осужденного Лебедева на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича, Крайнова Андрея Владимировича, заслушав доклад по делу, объяснение осужденного Ходорковского и адвоката Падва Шмидта в его защиту, поддержавших доводы жалоб прокурора Шохина, полагавшего приговор не изменять, проверив материалы дела, обсудив доводы конституционных жалоб, руководствуясь статьями 377, 378, 388 Уголовно-профессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила. Приговор Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича и Крайнова Андрея Владимировича изменить. В части осуждения Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича по части 3 статьи 33 статьи 315 УК РФ в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года по эпизоду с компанией Волтон по части 3 статьи 33 статьи 315 УК РФ в той же редакции по эпизоду с компанией Волна Крайнова Андрея Владимировича по статье 315 УК РФ в той же редакции отменить, производство по делу прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления. Этот же приговор в части осуждения Ходорковского Михаила Борисовича по пунктам А.Б. части 3 статьи 160 УК РФ в редакции федерального закона от 13 июня 1996 года по эпизоду с компанией МОЗ отменить, производство по делу в этой части прекратить за отсутствием состава преступления. Действия Ходорковского Михаила Борисовича и Лебедева Платона Леонидовича с пунктов А.Б. части 3 статьи 160 УК РФ в редакции федерального закона от 13 июня 1996 года по эпизодам 1997-1999 годов с компанией Апатит переквалифицирует на пункт А.Ч. 3 статьи 165 УК РФ в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года и в соответствии со статьей 78 УК РФ производство по делу в этой части прекратить в связи со стечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Действия Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича и Крайнова Андрея Владимировича с пунктов А.Б. части 3 статьи 165 УК РФ в редакции федерального закона от 13 июня 1996 года по эпизодам 2002-2002 годов с компанией Апатит переквалифицирует на пункт А.Ч. 3 статьи 165 УК РФ в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года по которой назначить наказание в виде трех лет лишения свободы каждому. Назначено Ходорковскому Михаилу Борисовичу и Лебедеву Платону Леонидовичу наказание по части 2 статьи 198 УК РФ в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года снизить до 1 года 4 месяцев лишения свободы каждому. Назначено Ходорковскому Михаилу Борисовичу и Лебедеву Платону Леонидовичу наказание по части 3 статьи 33 части 2 статьи 199 УК РФ в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года снизить до 4 лет 10 месяцев лишения свободы каждому. На основании статьи 69 части 3 УК РФ Ходорковскому Михаилу Борисовичу и Лебедеву Платону Леонидовичу по совокупности преступлений предусмотренных частью 3 статьи 147 УК РФСР пунктами А.Б. части 3 статьи 159 УК РФ в редакции федерального закона от 13 июня 1996 года пунктом А.Части 3 статьи 165 УК РФ в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года части 2 статьи 198 УК РФ в той же редакции части 3 статьи 33 пункты А.Б.Части 2 статьи 199 УК РФ в той же редакции путем частичного сложения наказаний назначить по 8 лет лишения свободы каждому. На основании статьи 69 части 3 УК РФ Крайнову Андрею Владимировичу по совокупности преступлений предусмотренных пунктом А.Части 3 статьи 165 УК и пунктами А.Б.Части 3 статьи 159 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить 4 года 6 месяцев лишения свободы и на основании статьи 73 УК назначено наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет. В остальной части приговор суда в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича и Крайнова Андрея Владимировича оставить без изменения о кассационной жалобе адвокатов и осужденного Ходорковского без удовлетворения. Судом вынесено также кассационное определение об оставлении без изменения определения Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года о прекращении уголовного дела в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича в части обвинения по части 3 статьи 147 УК РФСР в связи с истечением срок влаждаемости привлечения к уголовной ответственности. С сегодняшнего дня приговоры и определения Мещанского суда города Москвы от 16 мая в силу. Судебное заседание окончено. Осужденного увезти. Зал прошу освободить. Адвокатушный поделет вопрос. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Пародию неправосудия, надругательство незаконностью, тот факт, что приговор подвергся некоторой косметической правке, считаю чисто пропагандистским ходом, призванным показать, что суд не просто отверг все доводы, а к чему-то прислушался. Продолжение следует... 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 по эпизоду с компанией «Волтон» по части 3 статьи 33 статьи 315 УК РФ в той же редакции по эпизоду с компанией «Волна» Крайнова Андрея Владимировича по статье 315 УК РФ в той же редакции отменить, производство по делу прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления. Этот же приговор в части осуждения Ходорковского Михаила Борисовича по пунктам А.Б. части 3 статьи 160 УК РФ в редакции федерального Дятлева Михеева в его защиту адвокатов Бару, Гриднева, Краснова, Ликцер, Ривкина в защиту осужденного Лебедева на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича, Крайнова Андрея Владимировича Заслушав доклад по делу, объяснение осужденного Ходорковского и адвоката Падва Шмидта в его защиту, поддержавших доводы жалоб прокурора Шохина, полагавшего приговор не изменять, проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, руководствуясь статьями 377, 378, 388 УК РФ, судебная коллегия определила приговор Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Лебедева В отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платония Лебедева, Конституционное определение 22 сентября 2005 года город Москва, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего Тарасова, судья Маринянко Лохмачевой рассмотрев в судебном заседании кочченные жалобы осужденного Ходорковского и адвоката Павла Шмидта Москаленко Левиной.